Народ, всем привет! Выехал на природу ровно год назад, снимал здесь ролики, не помню уже на какие темы, по поводу автомобиля Renault Scenic 2. Но сегодня данный ролик не про автомобиль, а про цены по состоянию на 25 октября 2022 года. Поговорим мы сегодня о том, как изменились цены, как изменились курсы валют, про доходы, про расходы, ну и вообще, как живется обычному беларусу в 2022 году. Постараюсь, друзья, быстро и по делу, без воды, но если вдруг где-то ошибусь, возможно, вы меня поправите. В общем, информация от гражданина Республики Беларусь, то есть от первоисточника. Погнали! Сразу скажу, друзья, чтобы не было путаницы, потому что подписчики меня из разных стран, мы будем все переводить в доллары США. То есть буду называть цифры в рублях белорусских и в долларах США. Ну и начнем мы со ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, так как это такой один из основных показателей. По состоянию на 23 февраля 2022 года она составляла 9,25% годовых. С 1 марта она изменилась и стала 12% годовых, и по сегодняшний день она не изменялась. Теперь переходим к курсам валют, действующих в Беларуси на 23 февраля 2022 года, то есть перед, сами знаете, какими событиями, и на сегодняшний день, на 25 октября 2022 года. Смотрим на столбцы, которые введены ручкой. Это курсы Национального банка Республики Беларусь. Итак, на 23 февраля доллар США стоил 2,65 рубля, по состоянию на сегодня 2,48, то есть доллар у нас упал. Евро стоило 3 рубля, теперь стоит 2,42 рубля, упало вообще тоже конкретно. Российский рубль стоил 3,31, сегодня стоит 4,05 рубля, поднялся. Польский злотый стоил 6,61, теперь стоит 5,1, упал. Ну и гривна также упала, стоила 9,17, теперь стоит 6,72. То есть, как видим, курсы валют упали, российский рубль у нас в Беларуси вырос. Теперь переходим к тарифам на ЖКХ, установленным указом президента Республики Беларусь от 21 декабря 2021 года, номер 507. Итак, на сегодняшний день водоснабжение за 1 кубический метр мы платим рубль 19 копеек белорусских, это 0,48 доллара, 48 центов. Канализация также за 1 кубический метр 99 копеек, это 39 центов. Техническая обслуженность за 1 квадратный метр у нас стоит 13 копеек, это 5 центов. Капитальный ремонт за 1 квадратный метр стоит 19 копеек, это 7 центов. Отопление и обогрев воды за 1 гиокалорий стоит у нас 23 рубля 85 копеек, это 9,62 доллара. Газ за 1 кубический метр стоит 19 копеек, либо 7 центов. И электроэнергия за 1 киловатт стоит 19 копеек, либо 7 центов. Ну, в принципе, можете сравнить, если вы живете в другой стране, с действующими у вас тарифами. У нас так это, я взял такие самые популярные тарифы. Цены, друзья, на топливо. Сделаю табличку. Три колоночки слева по состоянию на 23 февраля, посередке на сегодня, на 25 октября. И справа разница в рублях сделал и в долларах. Смотрим. Бензин 108, 23 февраля стоил 2 рубля 24 копейки, либо 84 цента. Сегодня стоит 2 рубля 68 копеек, либо 1 доллар 8 центов. Подорожал на 19,6% в рублях, на 28,6% в долларах. Бензин 95 и диз топлива стоили 2 рубля 10 копеек, либо 79 центов. Сегодня стоит 2 рубля 46 копеек, либо 99 центов. Подорожали на 17,1% в рублях и на 25,3% в долларах. Бензин 92 стоил 2 рубля, либо 75 центов. Сегодня стоит 2 рубля 36 копеек, либо 95 центов. Подорожал на 18% в рублях, на 26,6% в долларах. Газ стоил рубль 20, либо 45 центов. Сегодня стоит 1 рубль 31 копейка, либо 52 цента. Подорожал на 9% в рублях, либо на 15,5% в долларах. Последнее изменение цен у нас в Беларуси было 28 июня 2022 года. То есть, как видим, на протяжении уже 4 месяцев цены на топливо не меняются. Извиняюсь, друзья, за вертикальную съемку. Посмотрим цены на поддержанные автомобили. И будем ориентироваться по Renault Grand Sanic 2, такое как у меня. Сразу скажу, они тоже подорожали. Покупал я его в 2015 году за 6 тысяч долларов США. Теперь, на сегодняшний день, во-первых, их продается мало. Во-вторых, сейчас посмотрим с вами цены. Всего 16 объявлений. Используем сайт самый популярный в Беларуси, АВБАЙ. Открываем. Видим, 5354 год, 5605 год, 8400, это, я считаю, заоблачная цена 2007 год. 7400, бензиновый 2008 год. 5500, 54 год, 4500, 8600, вообще с ума сошла. А это, это юрлицо продает. Ну, это неадекватная цена, я считаю. 6757, 350, 5500, 4958 тысяч, похоже, как у меня Grand Scenic 2009 года. 1,6 газ, бензин, 8 тысяч долларов. То есть, как видим, цены, конечно, ну, мягко сказать, неадекватны. Я, например, считаю, что на данный момент похожий автомобиль, даже такой, как у меня, он должен стоить, но если так брать логически вообще, он должен стоить, ну, там, тысячи, три с половиной, ну, четыре максимум долларов. Ну, никак не 8 тысяч. И такая, в принципе, ситуация не только с автомобилями Renault, но и с другими марками. Я просто не буду вам другие марки показывать, но они все в стоимости, ну, в цене увеличились, понятно. Теперь, что хочется отметить. Есть у меня такие подписчики, злорадствующие, не зная, с каких стран, не буду никого там обвинять и прочее. Пишут, что так вам и надо. Ну, я только не понимаю, кому вам, наверное, белорусам, я так думаю. В общем, что так вам и надо, и скоро вы будете на лошадях и на велосипедах ездить. Но тут есть такой нюанс. Давайте с вами посмотрим, есть ли на данный момент в продаже свежепригнутые автомобили из Европы. В общем, в помощь нам опять сайт АВБАЙ ввели Renault Grand Scenic 4. 58 автомобилей. Пожалуйста, на любой вкус, цвет, размер кошелька 17,221,500. Хотите автомат, хотите механика, хотите 1,5, хотите 1,6. Практически все свежепригнутые, с разным пробегом. То есть, Grand Scenic 4 хватает. Идем дальше. Renault Kadjar. 68 предложений. Тоже любого цвета, любой стоимости. Тоже предложений, как видим, полным-полно. Популярное Renault Megane 4 поколения. 143 объявления. Тоже, какие хотите. Их очень-очень в предложениях много. И практически не все свежепригнанные. В общем, как видим, автомобилей свежепригнутых из Европы хватает. Если есть деньги, то купить автомобиль свежепригнутый не составит никакого труда. Очень, кстати, много сейчас автомобилей в Беларуси покупают именно россияне. По ситуации с новыми автомобилями, тоже полазил по сайтам. Конечно, предложений намного уменьшилось. Но, тем не менее, они есть. Их достаточно. Теперь, друзья, поговорим по запчастям. Сделал я такую небольшую шпаргалочку. И поговорим о таком самом основном. Например, о комплекте ГРМ. Менял я в декабре 2021 года комплект ГРМ. Прошел практически год. Что на данный момент по стоимостям. Будем говорить все в долларах США, чтобы было понятно. Итак, ГРМ я покупал в декабре. На свой автомобиль Рено. Дветель 1.6 К4 М бензиновый. Я отдавал 75 долларов. Но сегодняшний день он стоит порядка 200-230 долларов. То есть, как видим, подорожал в три раза. Можно купить аналог. Либо Ино, либо Гейтс. Я смотрел в районе 150 долларов. Фазорегулятор всегда стоил на данный, на мой двигатель 100 долларов. Сейчас он стоит порядка 170 долларов. Но есть аналоги тот же Делфи. Можно купить за 100 долларов. Помпу я покупал за 40 долларов. Сейчас она стоит в оригинале 100 долларов. Можно купить Дольц 50 долларов. Либо китайскую помпу 25-30 долларов. Ну, понятное дело, неизвестно, сколько она прослужит. Комплект ГРМ на двигатель 1.5 ДЦИ, который мы меняли в Каджаре. И в Грандсценнике 4 стоил на тот момент 60 долларов. Сейчас он стоит 150 долларов. Можно купить Гейтс или Дейко. Будет стоить порядка 110-120 долларов. По маслу тоже интересная ситуация. Мое масло я уже, наверное, взамен 5 лью Ореол 5W40 с допусками Рено 0700, либо 0710. Ну, нам надо 0710 для движка с фазорегулятора. Стоило оно порядка 25 долларов. Сейчас оно стоит порядка 40-50 долларов. Есть, конечно, и подешевле аналоги. Ну, в общем, подорожало. Ну, не в 2 раза, но в 1,5 даже чуть больше раза подорожало. По поводу 2 телей с сажевым фильтром Реновским, где допуска РН 720. Раньше Лили Кастрол. Не помню, сколько он тогда стоил. Около 100 долларов. Сейчас, конечно, стоит 180 долларов. Это, конечно, дороговато. И вот последнюю замену масла в Каджаре. Я покупал моторное масло Матюль. Стоит оно 80 долларов. И на данный момент в продаже я брал на сайте 21 век. Его хватает. То есть, с маслом проблем никаких нет. То есть, как видим, по деталям таким основным. Если раньше покупали оригинал, то теперь, скорее всего, придется переходить на аналоги. Точно такая ситуация с резиной. Она тоже подорожала минимум в 2 раза. В том числе и наша белшина. Подорожали аккумуляторы. В общем, можно сказать, подорожали все запчасти. Ну, что хочется отметить, что по-прежнему в Беларуси БУ запчасти в полном достатке. Даже смотрел недавно. К примеру, стойка амортизационная передняя на Renault Scenic 2 стоит от 70 до 90 рублей. То есть, это порядка 30-40 долларов. Идет в комплекте амортизатор, пружина, подушка, опорный подшипник. То есть, можно без вопросов покупать стойку в сборе. А не отдельно покупать китайский амортизатор, пружину какую-нибудь и прочее. С запчастями БУ у нас на данный момент, на сегодняшний день проблем нет. В общем, я думаю, с автомобилями, с запчастями понятно. Продукты, стройматериалы и прочие-прочие такие товары повседневного спроса. Все они подорожали, подорожали минимум в 2 раза. Это вот стабильно. С 6 октября у нас в Беларуси зафиксированы цены по указу президента. Насколько это будет эффективно, конечно же, покажет будущее. Ну, не знаю. Я, конечно, как-то сомневаюсь, что такими мерами цены можно будет сдержать. В любом случае, скорее всего, они будут расти. Но, повторюсь, поживем, увидим. В общем, друзья, жить у нас в Беларуси стало, конечно же, дороже. Но я думаю, это не только у нас, это везде. Теперь давайте про цены поговорили. Расходы понимаем, что минимум в 2 раза у нас расходы увеличились. Теперь давайте поговорим о доходах. У каждого, конечно же, это индивидуально. Я буду говорить про себя. В этом году предприятие, на котором я работаю, нормально так сработало. Поднимали мы зарплату на 20%. Плюс там выплачивали дополнительную премию и прочее. Ну, так в среднем я прикинул. Мой доход официальный у меня увеличился в среднем на 25%. Теперь доход от YouTube канала. У меня никаких секретов от вас нет. Смотрим, что за январь 2022 года мой доход от YouTube принес мне 66,59 доллара. При том, что тогда, на тот момент, у меня подписчиков было около 3000. Теперь, на сегодняшний день, это у нас полный месяц прошел сентябрь. Доход от YouTube канала 40 долларов. То есть, упал, ну, не практически в два раза, но процентов на 40 доход от канала упал. В общем, как вы видите, если вы думаете, что завести канал на YouTube будешь, там, грубо говоря, бабки, лопаты и репти, нет. Такого нету, но, тем не менее, какая-то копейка падает. И то приятную придачу, что, например, я веду канал на YouTube от того, что мне это нравится, это мое хобби. Ну, в общем, все как всегда, богатые становятся богаче, бедные беднее. Ну, а мы середнячки как жили, так и живем, только при этом приходится себя еще дополнительно в чем-то ужимать. Такие, друзья, у нас дела. Вроде рассказал все кратко, попытался. Обязательно пишите, из какой вы страны и как у вас обстоят дела с ценами. Ну, а на этом все. Всего вам самого наилучшего. Желаю, чтобы ваши доходы опережали ваши расходы в желательно многократном количестве. В общем, здоровья вам, удачи и до скорых встреч. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!